Девушки отдыхают И можно ли поиграть в принципе? Добро пожаловать на Виджетаймс! У микрофона тебя приветствует Вене Швецов, а покорял классику онлайна Никита Соколов. Поэтому предлагаю вооружиться кружечкой чая и желаю тебе приятного просмотра! Родоначальница жанра MMORPG Ultima Online вышла в 1997 году и сразу же покорила мир. Ее создатель, Ричард Лорд Бритиш Герриот, задумывал игру как фэнтезийную вселенную с полной свободой действия. Собственно, такой она и получилась. По уровню внутриигрового функционала и рискам ее можно сравнить с обычной жизнью. Например, фарм любой дорогой вещи мог занимать месяцы реального времени, а смерть значила потерю всех накоплений. И ладно смерть, нечистые на руку игроки попросту могли вас обокрасть средь бела дня в центре города. На сайте разработчиков в то время давали советы ходить хотя бы парами и вызывать Стражу ударом в колокол. Поэтому и ты после просмотра видео не забудь нажать на колокольчик. Ну, на всякий случай. К слову, Стража, воры, продавцы картошки, да и честные рыцари все это настоящие игроки, которые отыгрывали свои роли. К сожалению, а может и к счастью, сложность игры не располагала к вновь прибывшим. Зачастую игроков запирали в каком-нибудь подземелье, а так как новички понятия не имели как выбраться из него, либо бросали игру, либо создавали нового персонажа. Такое вот посвящение в рыцаре. Ультима онлайн была жестоким местом и не прощала ошибок, что только добавляла игре азарта и удерживала тысячи игроков по всему миру перед экранами. Первоначально игра распространялась по подписке, сейчас же в нее можно поиграть бесплатно. Но даже это не помогает онлайну. Игра дышит на ладан, что не мудрено. Ее дети в виде WoW, Lineage 2 и Tess Online забирают львиную долю аудитории. Но мы относимся к прародителю с трепетом и уважением. А если ты хочешь навестить бабушку, то на сайте после регистрации можно отдать дань уважения, как это делают другие олдскулы ММО. Однако это не та бабушка, которая рада своим внучатам. Здесь нет аддонов, которые помогут в выполнении квестов, комьюнити маленькое и каждый занят своим делом. Влиться в размеренной и многонедельной грин средненькой брони может еще получиться, но стать частью умирающего комьюнити не уверены. Но ты можешь попробовать. Ультима Онлайн это во многом уже музей, а не игровая площадка. Новичкам здесь уже не интересно, а старики возвращаются, чтобы пустить скупую слезу ностальгии. Стар Ворс Галаксис Стар Ворс Галаксис вышла в 2003 году, лучшее время для игр жанра ММО. Ультима Онлайн доказала, что подобные игры очень даже рентабельны. А Лайн Эйш 2 и Ив Онлайн показала, рынок еще не насытился играми подобного жанра, и каждый может попытать удачу. Ну и Sony Онлайн Интертеймент совместно с LucasArts справедливо решили, что грек оставлять популярную вселенную Звездных Войн без своей ММО-РПГ. Идея отличная, да и реализация не подвела. В первые месяцы игра собрала свыше 400 постоянных подписчиков и стала самой продаваемой игрой на ПК по культовой вселенной. Действие игры происходило в промежутке между 4 и 5 эпизодами. Джедаи истреблены, Палпатин и Дарт Вейдер на пике политической силы, Звезда Смерти уничтожена. Играть же предстояло за любого из жителей 12 планет на выбор. В игре не было классов как таковых, зато можно было изучать сразу 32 профессии, от воина до танцора. Игроки могли возводить собственные города, избирать градоначальников, а в питейных заведениях танцоры, певцы и музыканты развлекали других игроков за чаевые. В какой еще игре такое увидишь в те годы? Словом, игра ориентировалась на миролюбивое социальное взаимодействие между игроками, но что-то пошло не так. В 2004 вышла Вов, которая перевернула правила игры с ног на голову. Оказалось, что игроки хотят убивать, и убивать как можно больше. В одиночку мелких козочек в составе рейда больших драконов, друг друга, один на один и стенка на стенку. Этого всего в Звездной Галактике не было, и лучше бы так и не появилось. В погоне за трендами команда Star Wars Galaxies решила накатить обновлений. Первой инъекцией яда в самобытный и уникальный проект стал Combat Update, который изменил боевую систему игры и добавил уровни персонажей. И если первый удар онлайн-игра выдержала, то следующий, более радикальный, обесценил всю внутриигровую активность игроков. New Game Enhancements включил 32 профессии в 9 классов. Для некоторых профессий даже не нашлось альтернатив. Каждого игрока стали встречать NPC в роли знакомых героев из фильма. Некогда уникальный, благодаря своим профессиям, персонаж стал серой массой, хоть и со знакомыми селебрити из Звездных Войн. А Magnum Opus всей игры класс джедай стал общим. Все начали бегать джедаями в мире, где джедаи истреблены. В погоне за большим онлайном Star Wars Galaxies растеряла даже тот, что у нее был. Игра официально закрылась, но на просторах интернета можно еще найти неофициальные мерки разных конфигураций. Самые густонаселенные из которых – SWGM и Star Wars Galaxies A New Hope. На этих серверах жизнь еще теплится, еще бегают новоиспеченные джедаи по пустыням Татуина. Но без новых аддонов, ивентов и прочих активностей жизнь космических искателей похожа на безумие. Повторение одного и того же в надежде на изменения. Изменения, кстати, были. LucasArts через 5 дней после закрытия Star Wars Galaxies запустила сервера своей новой игры Star Wars The Old Republic, а через год перевела последнюю на модель фри-то-плей. Eve Online была выпущена в 2003 году исландской компанией CCP Games. Действие игры разворачивается в далеком будущем, через десятки тысяч лет после освоения человеком космоса. Люди обнаруживают Eve Gate – пространственно-временной туннель, ведущий в неизвестные области вселенной. В ходе активной колонизации новых земель туннель неожиданно схлопывается и отрезает пришельцев от родного дома. Теперь в новых реалиях космическим отшельникам придется заново создавать мир. В Eve Online игрок выступает в качестве капитана корабля. Размер судна зависит от экономических или военных успехов протежа. В игре нет классов, но есть более 400 разных умений. Радует, что улучшение любого навыка происходит в автономном режиме. Игроку достаточно только выбрать ветку развития. А огорчает, что на прокачку их всех уйдет 35 лет реальной жизни. Несмотря на то, что игре вот уже 17 лет, а разработчики стараются ее упрощать, Eve Online крайне негостеприимна к новичкам. Сотни конфигураций оснащения корабля, тонны важной информации и недружелюбность самого комьюнити. Уже при первом входе в игру, какой-то случайный игрок просит у вас инвестировать в его бизнес пару тысяч искр. Это местная валюта. И клянется, что все вернет с процентами. Нередки истории шпионов, которые втирались в доверие гильдии, а затем воровали их самые лучшие корабли. Перебежчики из одного лагеря в другой, серая схема товарооборота, все это обычное дело для мира Евы. Ведь это мир брошенных на произвол судьбы одиноких мечтателей, которых суровая жизнь превратила в циничных мошенников. В конце концов, это РП. Вот люди и отыгрывают свою роль. Игровая вселенная насчитывает более 7 тысяч галактик, большинство которых не контролируется ни одной из фракций и предоставленные игроку для самостоятельного изучения. Хочешь копай родулу, чтобы потом выгодно ее продать, хочешь выполняй задание NPC и получай награды, а можешь вступить в гильдию и честно без задних мыслей ей служить. Участвовать в налетах, защищать собственные территории, общаться и находить друзей. Занятие в мире Ив столько же, сколько и планет во вселенной, выбирай любое. Но если ты не умеешь воевать, то не переходи дорогу тем, кто умеет. Ведь вселенная круглая, а сервер один для всех. При этом одновременно в игре находится в среднем от 15 до 50 тысяч игроков. В 2018 году корейская компания Pearl Abyss выкупила игру у CCP Games и продолжила ее развивать с еще большим рвением. Если раньше обновления выпускались раз в год, то сейчас это происходит каждый квартал. Ввели бесплатный режим, ограничение которого ты почувствуешь, дай бог, только через месяц игры. Но как бы ни старались разработчики, игра все равно остается уделом любителей подсчетов, табличек и графиков. Если это тебе совсем не близко, даже не пытайся начинать. Порог вхождения дьявольски высок. Браузерная стратегия немецкой студии Travian Games заслуживает внимания хотя бы своей живучестью на рынке ММО. Стартовав 5 сентября 2004 года, игра уже вот 16 лет находит фанатов по всему миру. Написанная на языках PHP и JavaScript, Travian Legends представляет собой стратегию в реальном времени, в которой ты выступишь правителем и военачальником в одном лице. От имени короля ты можешь обустраивать город. Налаживать экономические и политические связи с городами-государственными других игроков. В свою очередь, военачальник – основной аргумент в спорах за важные территории. Приключенец, приносящий ценную добычу с походов. Да и просто ходячий барабан, улучшающий характеристики армии. Действие игры разворачивается в античное время, а на выбор тебе предлагается три расы, каждая из которых имеет те или иные преимущества и недостатки. Но в целом, все упирается в грамотную стратегию по управлению государством и постройке главного здания в игре – Чудо света. Построив его, игрок побеждает, сервер вайпается, а все начинают игру по новой. Как и EVE Online, игра не требует непосредственного участия. Задай очередь строительства, производства и исследований, и наслаждайся результатом при следующем заходе в игру. Такой вот геймплей для занятых. Наверное, именно поэтому ее почти сразу, как стало возможно, портировали на мобильную платформу. Игра распространяется бесплатно, и если появилось желание попробовать себя в роли флегматичного государя, то просто скачай приложение на телефон. А в какие ММО до сих пор наведываешься ты? Или такого рода игры больше не нужны? Обязательно напиши, что думаешь в комментариях. Ну а если понравилось видео, то не забудь поддержать канал лайком, подпиской и бахнуть в колокольчик. А на этом пока все, поэтому приятного гринда и до новых встреч на Виджи Таймс. Субтитры подогнал «Симон»